Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу Судей, вторая глава. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бохим». Читаем мы в начале этой главы. Точнее, не «пришел», а «взошел». «Баяль Маль-Ах», дальше тетраграмма, «Маль-Ах Адунай», «Мин-Гагиль-Галь», «Эль-Габохим». «Галгал» и «Бохим» – два топонима. «Галгал» – место известное. «Там Иисусу на вину явился ангел в виде воина». Он говорит, кто ты? Наш ли ты? Или из неприятелей наших? И тогда ангел этот говорит, что вот он послан Господом. Ангел, Мал-Ах – это вестник, это посланник Божий. Иногда так называются люди, называются посланниками, вестниками. Иногда какие-то Божьи посланники не люди, а тех, кого мы обычно тоже называем ангелами, то есть такие вот существа небесные. Господь говорит через ангела. Ангел представляет собой Господа. Где находится этот самый Бохим? Топоним переводится «плачущий». Дальше объясняется, объясняется, почему такое название в пятом стихе. От сего и называют это место Бохим. Так вот, ангел Господень приходит, чтобы обличить. Он приносит обличительную весть. У него такой обличительный месседж, послание от Бога. И вот этот самый ангел, человек это или небесное существо, здесь не объясняется. Ангел-вестник, значит, это не важно. Его природа для нас не важна, человеческая природа или ангельская. Вот какой-то вестник Господень из Галгала в Бохим. И сказал, я вывел вас из Египта. Ангел Господень, ангел лица Господня, представляющий Господа. Поэтому говорит сам Господь через ангела. Ангел лишь передает Божью весть. Он посредник между Богом и израильтянами. Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек. Завет, договор, берит Израиля с Богом. Господь верен этому завету. Но ведь и другая сторона договора, альянса, пакта, завета, союза, другая сторона, также должна быть верной, сохранять условия этого договора. А условия этого договора, который должен исполнять Израиль, состоят в том, что он не должен служить иным богам. Не поклоняйся, не служи им, как сказано. Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей. Нельзя вступать с ними в союз. Союз с Богом исключает союз с жителями этой земли хананейской. Жертвенники их разрушьте. Вот что сказал ангел. И говорит дальше. Но вы не послушали глаза моего, то есть глаза Божьего через ангела. Что вы это сделали? И потому, говорю я, не изгоню их от вас. И будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. Здесь объясняется неуспех в завоевании, окончательном завоевании покорения хананской земли и истреблении хананских народов. За то, что вступали с этими хананеями в союз, Господь и попустил этим хананеям жить среди израильтян. А израильтянам жить среди хананеев. Господь не изгнал их до конца. Ну, бывает иногда встречается другое объяснение. В книге Второзакония, например, говорится, что до конца их не прогонет, вас не истреблю, чтобы вы не разучились военному искусству. А здесь это как наказание за грех. За то, что вступали с ними в союз. В союзные договорные отношения. Ну, а еще и смешанные браки были. Когда ангел Господень сказал слова Сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Четвертый стих. Читаем мы это в четвертом стихе. Воиз угаам эт колам воевку. И заплакал. Бохим переводится плачущие. Под севой называется это место Бохим. Как оно называлось до этого, не говорится. Там принесли они жертву Господу. То есть это был покаянный плач. Они покаялись на какое-то время, раскаялись и принесли жертву Господу. Чем они будут заниматься дальше? Красноречиво говорит нам содержание книги Судей. Недолго они будут хранить верность Господу, будут впадать в различные реформы и долопоклонства. И вот шестой стих, шестого по десятый стих включительно, очень интересный отрывок, который показывает связь книги Иисуса Новина с книгой Судей. Судей. Вернее, книги Судей из книга Иисуса. Читаем. Когда Иисус распустил народ и пошли сыны Израилевы каждый в свой дел, чтобы получить в наследие землю. Здесь как бы подводится итог, резюме. Когда ангел Господень являлся? Когда история с этими плачущими, с этим Бухим? В эпоху еще жизни Иисуса Новина? Или уже после? Неясно, непонятно. И так и эдак можно истолковать. Потому что вот шестой стих вновь говорит, представляет Иисуса еще живым. Иисус распустил народ. И пошли сыны Израилевы каждый в свой дел, чтобы получить в наследие землю. Или же это ретроспективный взгляд в прошлое. Тогда служил народ Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса. И которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Видели, что не своей силой завоевал народ хананейскую землю. Хананеи были сильнее гораздо израильтян. А то, что это были воины Господни. Иисус Новин вел воины Господни. Идолопоклонством не занимались. Поэтому был успех. Но когда умер Иисус, сын Новин, раб Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили его в пределе удела его Фомна в Сараи на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. Ну, это там, где сейчас известно место. Вот это тот темнат Сараи, который называется Шхем, Сихем. Там на горе Ефремов его похоронили. Это все повторяет слова, сказанные в эпилоге книги Иисуса Новина в конце. И когда весь народ он и отошел к отцам своим и восстал после них другой род, то есть сменилось поколение, который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред отчами Господа и стали служить ваалам. Очень сложная структура этого текста и первой, и второй главы. То мы читаем об успехе, то о неуспехе. То мы читаем, что вот хорошо и все, и правильно, они и правильно поступали, и Господь был с ними. Обращаются к Господу, консультируются, завоевывают, покоряют. В той же первой главе книги Судей. То сами терпят поражение, завоевание и покорение. Не имеют успеха. То хранят верность Господу, то впадают в идолопоклонство. Когда это происходит? Во времена Иисуса Новина? Во времена после его смерти? Или уже когда сменилось поколение? Опять однозначно сказать нельзя. То есть картина очень сложная и противоречивая получается с точки зрения книги Иисуса Новина и в отношении эпохи книги Судей. То есть в эпоху Иисуса Новина не все так было однозначно, судя по содержанию первой главы, например, и второй. И после смерти тем более. Когда сменилось поколение, люди не видели тех великих, не были свидетелями той великой руки Божьей, силы, его могущества с помощью, ну-ка, рука Господня, которая покорила для израильтян хананейские народы. Оказывается, не совсем и покорила эта рука Господня хананейские народы Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Баалим. Баалим. Одиннадцатый стих. Одиннадцатый стих завершается этим словом. Баалим. Ваявду эдхабеалим. Бааль значит хозяин. Это верховное, не совсем верховное божество финикийцев и хананеев. Он все-таки в их мифологии, согласно угорицким и другим источникам, считается сыном Эля. Эля – это верховный бог, а вот сын его Ваал – это бог войны, бог дождя, бог жизни, бог смерти. Самое популярное божество, мужское божество в хананейском и финикийском пантеоне. Ваал. Очень часто именно ваализм является искушением для Израиля. Ваалам служат хананеи, служат финикийцы, и евреи часто подвержены этому искушению. Они тоже начинают служить Ваалам. Ваал, а беалим – множественное число. То есть, вот единый образ этого бога дождя, Ваала с культами плодородия, дробился в народном благочестии в сознании на множество таких Ваалов. Ваалов всяких, посвященных всяким источникам. И вот этот весь ваализм, он очень заметен даже на современной географической карте, например, в Ливане. Ливан – это вот прямо вотчина Ваала. Сменились эпохи, религии, культуры, всё, а в названиях всё это сохраняется, эта память. Кто бывал в Ливане, знает, что там есть город Баальбек, вал долины, да? Есть Баалшмай в горах ливанских, вал небесный, да? Есть вал долины, вал небесный. Есть топонимы «Эйнбаль» или «Айнбаль» – источник Ваала. Всё это сохраняется на географической карте современного Ливана. И израильтяне, здесь говорится, сыны Израиля, стали служить Ваалам. Значит ли, что они перестали служить Господу? Нет, они вовсе не отрицали. То есть, как сказать, у них вера стала синкретической. Тот Бог, который вывел их из египетского рабства, водил по пустыне, питал манны, вёл войны, помогал Иисусу Новину покорить, одолеть. Это Бог воинов, Бог кочевников. Но вот они пришли, поселились, стали сеять и пахать. И нужно было собирать урожай. И они не знали, соберут они этот урожай, или приналетит саранчаса, всё пожрёт, или будет буря песчаная, или будет засуха, не будет дождя. А ханане им говорили, ну, хотите, чтобы был урожай, нужен дождь, нужна роса. А всем этим заведует Ваал. Давайте, вот как мы, обращайтесь к нему, и будет вам урожай и изобилие плодов земных. И это было огромным соблазном, петлёй, действительно, для евреев. И они стали, не отрекаясь от того Бога, который когда-то вывел их из египетского рабства, Бога Авраама, Исаака, Иакова, Бога Моисея, стали ещё заодно и этим Ваалом служить. Этим духом источников, этому хананейскому и финикийскому божеству. Стали служить Ваалом. Дальше будет говориться ещё об астартах, женском божестве. Оставили Господа, Бога, отцов своих, который вывел их из земли египетской. Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Моисея, выведший из земли египетской, он не терпит соперников рядом с собой. Он Бог-ревнитель. Нельзя служить Богу и какому-то другому божеству. Мамоне, например, да? Ваалу. Требуется верность хранить Богу. И эта верность, безусловно, и неукоснительная должна быть. Только Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Если ты раб Божий, у тебя не может быть других богов пред лицом Божьим. Не можешь ты рядом с Богом служить ещё какому-то другому божеству. А вот если сравнить с религиями других народов, неизраильскими религиями, то боги язычников очень толерантны. Можно служить Мардуку и одновременно почитать Ваала со стартами. Можно служить Юпитеру, Марсу, Зевсу, кому угодно. И вместе с этим почитать восточные божества. В римском пантеоне, пожалуйста, всем, хотите даже говорить, статую Христа можем установить. Только наше божество, императора, почтите, гений императора, ему поклонитесь. А дальше почитайте, кого хотите. Христиане говорили, нет, мы боимся Бога, а не проконсула. И об императоре мы молимся его в разумлении. Но служить ему не будем. Не будем считать его Богом. Вот то же самое с древними евреями было, с их искушением, вот этим самым ваализмом. И иногда были периоды, когда ваализм насаждался в виде государственной религии. Женился Ахав на седонской принцессе, почитательница Ваала из Зевели, из Авели. И эта самая Изавель вводила ваализм в качестве государственной религии в Израиле. И пророков Господних преследовали и истребляли. Оставили Господа и стали служить вот этим самым ваалам. Обратились к другим богам, богам народов, окружавших их. Стали поклоняться им и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить ваалу и астартам. Вот здесь выше ваалам, беолим. Здесь в единственном числе ваалу. Но множественное число женского божества Астарта. Здесь во множественном числе в конце 13 стиха. В конце 13 стиха Аштарот. Астарты. Множественное число. Это божество. Ассирийская богиня. Ассирийская богиня любви и плодовитости. И часто мы встречаемся не с астартами, а с Ашерот. Не с Аштерот, а с Ашерот. Ашера – это, когда говорится об Ашере, это другое женское божество аналогичного типа. Была ли Ашера женой ваала? Являются ли тождественными Астарты и Ашеры? Вопросы дискутируемые. Ашера – это еще не только женское божество, так же, возможно, как и Астарта, но это и какой-то предмет ей посвященный, какой-то истукан или какое-то бревно деревянное. То же самое в культах ваала можно сказать об этих мацевод, об этих стелах, об этих, часто на дальний текст переводят через памятники, что строго запрещалось. Потому что все, почему запрещались вот эти вот стелы вертикально поставленные, потому что связаны были с культами ваала. Ваал, Астарта, также какие-то параллели были с лунарными и солнечными культами, и со многими другими религиозными представлениями. Ваал – бог плодородия. Поэтому все это было связано еще и с сакральной культовой проституцией. То же самое можно сказать и об Ашере, и об Астарте, богине любви, и о ее двойнике Астарте, и о ее двойнике Ашере. Здесь еще и множественное число. Аштерот. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Израиль впадает в грех, Израиль оставляет Господа, служит иным богам. За это Господь оставляет Израиля, и они попадают в руки врагов. Враги захватывают. После этого они каются, плачут. Господь посылает Спасителя и Избавителя, Судью. Судья умирает, Израильтяне опять впадают в грех. Все начинается с начала. Шарманка. Много раз повторяется, крутится пластинка. Куда они не пойдут, рука Господня везде была им во зло. Как говорил им Господь, и как клялся им Господь. И им было весьма тесно. Весьма было им тесно. Пятнадцатый стих так завершается. Ецерлагем меод. Меод. Ецерлагем меод. Цар. Цар. Термин цар. Теснота. Узость. Как вот бывает тесная, узкая долина между горами. Ущелье. Вот. Цар. Царот. Часто. Здесь вот глагол от этого же самого слова. «И воздвигал им Господь судей». Вот шестнадцатый стих. Они вопияли, видимо, каялись, стенали под игом врагов. Тогда Господь посылал им судей. Вот шофтим. Упоминаются здесь, наконец, судей шофтим, которым посвящена книга. «Которые спасали их от рук грабителей их». Так звучит шестнадцатый стих. «Вояком Адонай шофтим поставлял». Буквально ставил, поставлял. Вот бывает поставление во пресвиттеры, во епископы. Здесь поставление в судей, в харизматические вожди народа. «Вояком Адонай шофтим, ва йошиум мияд шосэгем». Йошиум. Вот здесь написано «спасали их». Йошиум. «Спасали их». Глагол «спасать». Они были спасателями. Если не спасителями, то спасателями, по крайней мере. «Но как скоро умирал судья», 19 стих, «они», то есть израильтяне, «опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служаем и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от стропотного пути своего». Главной причиной всех бед и несчастья, нестроений, поражений в книге «Судьи» называется «идолопоклонство», «идолослужение», которое имеет обычно две основных формы. Это почитание иных богов и почитание бога недолжным образом. Создавать изображение бога в виде тельцов, например, или еще как-то строго запрещается. Вот здесь в основном речь идет о почитании иных богов, в частности, Ваала и Астарты. 20 стих «И воспылал гнев Господень на Израиле и сказал он за то, что народ сей приступает завет мой берит, который я поставил с отцами, и их они слушают глаза моего». Синайский завет имеется в виду. «И я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал». Итак, Иисус оставил какие-то народы, не покорил, не завоевал. То есть совсем иная картина в книге «Судьи», не такая ясная, четкая и положительная, как в предыдущей книге, книге Иисуса Новина. В книге «Судьи» картина гораздо сложней и трагичней. И вот эти народы остаются среди Израиля, Господь их уже не изгоняет. А для чего Господь их оставил, говорится в предпоследнем стихе, чтобы искушать имя Израиля. Имеется в виду испытывать, испытывать его веру, верность Господу. Вот народы почитают Ваала. Вот они поля засевают, приносят Ваалу жертвы, молятся Ваалу о дожде. Как будет поступать на Израиль? Будет ли подражать этим самым народам погрязать в болоте этой хананейской духовности? Или будет хранить верность своему Богу, с которым у него завет, который вывел его из земли египетской и заключил с ним завет? Будет ли Израиль соблюдать условия этого завета? Ключевым, центральным условием является не служить иным богам. Первая заповедь, вторая заповедь, основные заповеди. Только Господу поклоняться и модному служить. Не сотворить в себе ни иных богов, ни кумиров. Вот это и есть испытание, искушение Израиля. Хананей были сетью и испытанием, искушением для Израиля. Или вы держитесь пути Господня, как здесь сказано, или ходите путем других народов. 23 стих, заключительный стих 2 главы. «И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Так как мы читаем книгу «Судья», Иисус давно умер, сменилось даже уже поколение после его смерти. И вот опять вспоминается Иисус, великий служитель Моисеев, его преемник, вождь израильского народа, который больше, чем судья, он почти как Моисей, Иисус Новин. Вот здесь он вспоминается и говорится о том, что даже во время Иисуса Новина Господь их не изгнал. Но мы зададим себе вопрос. Так почему? Ведь во время Иисуса Новина, в его поколении, не было идолопоклонства, согласно книге Иисуса. Народ не почитал Ваалов и Астарт. Во всем слушался Бога и подчинялся ему и вождю, Иисусу Новину. Почему же тогда не изгнал? А значит, и во время Иисуса Новина все было не так гладко, как это описывается в книге Иисуса Новина. А были вот те проблемы, о которых мы читаем в книге «Судья». Еще раз отмечу, что первые две главы, вводные, являются ретроспективой событий, описанных в книге Иисуса Новина, ретроспективным взглядом на эти события. Причем уже критический взгляд, не такой положительный, как в книге Иисуса. Но это все в рамках единой дефтерономической истории, истории Израиля, написанной в свете второзакония. Дефтерономическая история, так условно называется, корпус книг, где свое богословие истории, своя философия истории, та же самая, что в книге второзакония. Те же самые идеи, та же самая идеология, которая в книге второзакония. И вот в эту дефтерономическую историю, историографию, входят следующие книги. Егушуа, книга Иисуса Новина, Шофтим, книга Судей, и те четыре книги царств, которые у евреев называются Шмуэль и Малахим. Вот это дефтерономическая история, в которой отражается второзаконическая историография, друзья. Но в ней есть разные, как мы видим, взгляды в рамках одной дефтерономической истории, разные все-таки взгляды на одну и ту же историю Израиля. Раннего периода, периода завоевания Ханаана, один взгляд книги Иисуса, другой взгляд книги Судей. И внутри книги Судей взгляд не единый. Это говорит о сложной истории текста священного, о этапах его составления, редактирования, перечитывания и интерпретации. Дальше с третьей главы начинается основная часть книги Судей. К ней мы перейдем, к ее чтению и комментированию перейдем при следующей нашей встрече. Запись сделана на библейском портале Экзегет.